Приветствую вас. Вопрос про обращение к мужчинам и, соответственно, обращение к себе. Вопрос про то, что только при, скажем так, оттолкновении мужчины у автора вопроса появляется к нему симпатия. Соответственно, исходя из этого, не самые конструктивные действия, не самые конструктивные поступки с её стороны и в результате нескладывающиеся отношения с мужчинами и так далее. Вот. Значит, в первую очередь, вот та, наверное, самая главная, я бы сказал, проблема, которая чётко достаточно прослеживается здесь, это проблема близости. Проблема близости эмоциональной, интимной, психологической. Это страх, на мой взгляд, Даша. Страх, ну, страх какого-то сближения, вероятно, страх какого-то вот взаимодействия, страх, ну, подпускания человека к себе. И как следствие, к сожалению, использование механизма психологической защиты, использование такого механизма психологической защиты, как сексуализация. Вот. То есть, такое вот, своего рода полунамеренно провоцирующее поведение, вот, полунамеренно провоцирующее, полунамеренные провоцирующие поступки, скажем так. Так, ну, вот. Которые, ээээ... Отталкивают, эээм... Мужчин, вот, С одной стороны. Отталкивают, с одной стороны, мужчин. С другой стороны, эээ... Как бы... Подтверждают, ээээ... ненадёжные, или мужчинам, там, условно говоря, нельзя верить и вот какие-то такие вещи в данном случае имеют место быть. Поэтому в первую очередь, конечно, важно поработать здесь с личными границами, вот, то есть достаточно чёткое определение, где я, где ты, вот, фиксироваться, скажем так, соприкосновение, ну, соприкосновение личных границ, да, вот, и нахождение с собой в контакте, то есть нахождение, ну, самой с собой в данном случае в контакте, вот, потому что если не до конца принимать и, скажем так, чувствовать свои ощущения, вот, при взаимодействии с человеком другим, то, конечно же, могут возникать такие ситуации, спонтанные, импульсивные действия, не имеющие самих по себе ядра какого-то негатива, например, и в целом являются, являются даже больше чем-то позитивным, чем негативным, вот. В данном случае, конечно, представляет из себя больше элемент деструктива, по той самой причине, может, не очень понятно, чего я хочу, не очень понятно, что мне нужно, не очень понятно, как я об этом говорю, и не очень понятно, как я к этому отношусь, вот. Ну, в смысле, как я отношусь, вот, ну, непосредственно к тому, что, что, например, мне хочется, или как я непосредственно отношусь к тому, что, там, мне нужно, например. Вот. То есть это вот какие-то такие аспекты, на которые нужно обратить, на мой взгляд, самое пристальное внимание. Вот. Потому что именно это определяет успешность выстраивания отношений. Конечно, такой подход к себе и к другим людям, в частности, отношений к мужчинам, переносится и на всю жизнь в целом. Некоторая такая, ну, можно сказать, торопливость некоторая, можно сказать, поспешность в действиях своих и поспешность в действиях, вот, ну, там, по отношению к тем же, например, другим людям, другим людям, вот. В итоге, просто, может, ну, по факту, может казаться, да, может казаться, что действительно, вот, многие мужчины, если не все, там, вообще-то, там, озабоченные и так далее. Вот. Хотя это, в принципе, ну, ну, совершенно не факт, да, вот. Мужчины былообразными, а если мы, там, вот, транслируем людям какое-то поведение, если мы транслируем людям какие-то мысли, да, если мы транслируем людям какой-то образ, например, себя, то, к сожалению, ну, вот, к нам относятся соответствующим образом и мы, естественно, испытываем разочарование, потому что нам это, вот, как бы, не совсем, ну, в данном случае нравится. Вот. Что, в принципе, кстати говоря, ну, вполне себе является адекватным, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Понимаете, да? О чем идет пречь? Соответственно, вы пишете авторы вопросы, пожелавшие остаться анонимными, вы пишете про то, что вам нужна помощь, вот, чтобы эта ситуация, которая у вас произошла с мужчинами по переписке, не стала травмирующей. И вы, конечно, большая молодец, что обращайтесь за помощью. Вы большая молодец. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, имело бы смысл, здесь, ну, как-то вот несколько более, может быть, активно в этом себя демонстрировать. То есть, более активно демонстрировать, например, то, чего вы, допустим, хотите сам. Потому что, вот вроде бы, вопрос-то вы задаете, да, вроде бы вы ситуацию описываете, а, как бы, если вы, например, выбираете себе эксперта для работы, непонятно, как именно вы это делаете. Ну, то есть, как конкретно вы выбираете себе эксперта для работы, да, допустим. Если вы просто хотите, например, узнать, что, допустим, про себя, то нет вопроса, вот. Ну, запросов в целом нет. То есть, просто, вот, просьба о том, что, ну, мне нужно, чтобы это не было травмой, как бы, это, безусловно, хорошо, вот. Это, безусловно, здорово. Здорово, что вы, вот, о себе как-то заботитесь в данном случае, но мне кажется, что нужно несколько более активнее себя здесь проявлять, по крайней мере, пытаться это делать. Как-то так я бы ответил на вопрос. В данном случае, какой-то такой я бы дал ответ в данном случае. В данном случае, надеюсь, что это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, если вы, конечно, в этом заинтересованы, если вы, конечно, этого хотите. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она необходима.